Друзья, всем привет! Меня зовут Ибрагимов Марсель, я студент третьего курса Института гастрономии. И сегодня мы с вами приготовим достаточно простое, но очень интересное блюдо в плане различных техник. Мы приготовим классическое картофельное пюре по рецепту великого шефа Жуэллера Бишона. Также мы пожарим куриное бедро без кости и приготовим простой овощной салат. Итак, первым делом мы отварили картофель до полной готовности. Как говорит сам Жуэллера Бишон, для этого блюда нам нужен картофель определенного сорта, но в России его не найти. Поэтому берите не тот картофель, который быстро разваривается, а тот, который остается плотным после разварки. Так текстура вашего пюре будет более однородной. Отличительной особенностью этого пюре это то, что в него идет достаточно большое количество сливочного масла. И после того, как мы его отварили, мы его проверяем обычным способом, чтобы картофель был мягким. И после этого мы должны протереть его через сито. Это делается следующим образом. У нас есть сито, внизу спецмиска для этого. И небольшими кусочками мы протираем либо ложкой, либо поварешкой через сито. Еще одной отличительной особенностью данного пюре является то, что после протирания мы будем его прогревать для удаления лишней влаги. Следующая техника, которую мы будем использовать, это отделение костей от мяса бедра. Эту технику вы можете использовать при приготовлении всевозможных рулят. Вы можете разделывать так даже целую курицу. Основная особенность здесь заключается в том, что маленькими движениями, но очень уверенными, вы должны отделить все кости, удалить все жилы и хрящи, для того, чтобы остался только зачищенный кусок птицы с кожей. Здесь обязательно нужно использовать острый нож. Это может быть небольшой овощной нож, но я все же советую использовать обвалочно гибкий нож. Это позволит нам минимизировать наши потери, и самое маленькое количество мяса останется на кости. При необходимости вы можете просто переломать кость и аккуратно ее отрезать. Все оставшиеся кости мы будем использовать для бульона в будущем. Сейчас я удаляю хрящи, и очень важно, чтобы наше бедро получилось равномерной толщины. В конце обязательно обратите внимание на неудаленные хрящи и жилы, их нужно удалить. Также при необходимости вы можете немного подровнять кожу, но помните, что она будет нам важна для получения правильной корочки. Я подготовил все три куска, и сейчас нам нужно хорошо разогреть нашу сковороду и использовать растительное, либо очищенное топленое сливочное масло. При жарке нам очень важно использовать тот тип жира, который имеет высокую температуру дымления, потому что в начале приготовления, в начале жарки нам нужна достаточно высокая температура, чтобы получить равномерную корочку и чтобы она была правильной текстуры. Это объясняется тем, что теплоемкость масла почти в два раза больше, чем теплоемкость железа. И поэтому нам очень важно не только налить масло и сразу жарить, нам нужно обязательно хорошенько прогреть само масло. Ничего страшного, если ваше масло будет с небольшим дымком, это показатель хорошо разогретого масла. Еще один важный момент. Вам не нужно помещать очень много продуктов на сковороду, когда вы что-то жарите. Это касается не только мяса, но и овощей. Также эта проблема есть у людей, когда они жарят грибы. Там содержится очень много влаги, и если вы разом поместите все продукты на сковороду, то хрустящей корочки не получится. Именно поэтому вам нужно брать либо большую сковороду, либо жарить ваши продукты по чуть-чуть, маленькими порциями, для того, чтобы получать ту самую золотистую корочку. Как только вы положили кусок мяса на сковороду, на горячую сковороду, то как минимум минуту его вообще не нужно трогать, потому что это будет мешать образовываться хрустящей золотистой корочке. Уже через минуту или через полторы вы можете аккуратно посмотреть, как образуется ваша корочка. Если вам все нравится, вы можете перевернуть и зажарить ее с другой стороны. Доготавливать наши куриные бедра мы будем в параконвектомате, примерно 170 градусов на 10 минут. В идеале выстроить процесс таким образом, чтобы когда у вас готовится куриное бедро, то вы подготавливали картофельное пюре и салат к отдаче. И когда оно доготовится, вы сразу можете собрать готовое блюдо. Для ароматизации, для придания некоторого вкуса дополнительного, мы будем использовать чеснок и веточку тимьяна. Я сделал так, что сначала по чуть-чуть обжарил куриные бедра и потом немного остудил масло, добавив туда чеснок, немного прогрел его, добавил тимьян. Это мы делаем с жиром для того, чтобы лучше передать вкусы, которые есть в тимьяне и в чесноке, потому что жир – это самый лучший проводник вкусов. Этот прием очень часто используется в гастрономии, и именно поэтому, когда мы делаем какие-то крема или всевозможные соусы, то мы настаиваем ароматические компоненты именно в жировой основе. Это могут быть сливки или какое-то масло, или очень жирное молоко. Сейчас мы помещаем его на гастроемкость и отправляем доготавливаться на 10-12 минут. При запекании вы можете поместить веточку тимьяна и чеснок на курицу. Это поможет лучшей передаче ароматов, и курица будет иметь более выраженный вкус тимьяна и чеснока. Мы поставили курицу запекаться, и у нас есть время подготовить следующие компоненты нашего блюда. Сейчас мы будем делать картофельное пюре. Для этого нам нужно поставить нашу картофельную массу, немножко ее прогреть, и мы постепенно будем добавлять холодное сливочное масло. И в конце будем добавлять молоко, чтобы получить воздушную текстуру, и мы будем насыщать его воздухом и взбивать венчиками. Здесь нужно быть максимально аккуратным, потому что картофель и так достаточно сухой, и он может очень легко подгореть. Мы ставим минимальную температуру и потихоньку начинаем его добавлять. Это достаточно трудоемкий процесс, но он того стоит. Добавляем частями. Когда одна часть почти вмешалась, можем добавлять следующую. На 700 граммов картофеля уйдет примерно 200, может быть, 250 сливочного масла. И порядка 200 миллилитров молока, но опять же это зависит от влажности нашего картофельного пюре, и мы будем ориентироваться исключительно на нашу текстуру. Уже пюре становится достаточно гладким. Мы добавили почти треть масла. Главное не используйте блендер. По чуть-чуть. И очень много будет зависеть от качества сливочного масла, потому что если вы возьмете что-то похожее на маргарин, роскошного того самого пюре по жель-рабешону у вас не получится, а будет вот этот неприятный привкус растительного масла. Если говорить про историю, то жель-рабешон сам называет свое пюре, и он ему обязан, потому что у него есть 32 звезды Мишлен в разных ресторанах, и почти в каждом ресторане его стоит именно это картофельное пюре. Также здесь возможны наши вариации. Мы можем добавить туда, как часто делают на постсоветском пространстве, жареный лук. Это может быть тот же шалот, аккуратно очень пожаренный на сливочном масле. Это тоже будет очень вкусно. Вы можете пробовать добавлять разные специи, но очень аккуратно. И если вы будете все-таки их добавлять, то я советую подогреть молоко и добавить туда, например, лавровый лист или тимьян, и потом процедить и добавить это молоко, чтобы у вас не получалось никаких лишних вкраплений в картофельном пюре. Все, мы добавили уже почти все сливочное масло, и сейчас мы будем добавлять молоко по чуть-чуть и смотреть на консистенцию. Видите, у нас немножко отсекается сливочное масло, нужно убавить температуру и бить его в картофельное пюре. Постепенно добавляем молоко. Видите, оно становится более однородным. Молоко должно быть слегка подогретым. Нужно добавлять его маленькими порциями, чтобы процесс шел быстро, и у нас не получилось, что все расплескивается в разные стороны. Сейчас мы добавим последнюю часть молока, и если вы хотите, вы можете его более активно взбить, но я не хочу, поэтому мы сейчас его попробуем и доведем по соли. Воду для картофеля я солил, но тем не менее мы добавляли достаточно много сливочного масла и молока, и поэтому всегда перед отдачей и дома, и в ресторанах нужно досаливать, пробовать, чтобы гость получал картофельное пюре, ему не приходилось его доводить до вкуса самостоятельно. Да, нужно добавить еще соли. Здесь главное не переборщить, потому что соль растворяется со временем, поэтому немного посолили, подождали и попробовали чуть позже. Мы сейчас так и сделаем, и займемся приготовлением соуса. Сейчас мы будем готовить соус, это вообще самый элементарный базовый соус, для него нам понадобится белое вино, белое сухое вино желательно брать, мы его выпарим, нам нужно выпарить лишний алкоголь, добавим немного шалота, проварим все это вместе и добавим куриный бульон. Потом он выпарится примерно процентов на 70, и мы затянем его холодным сливочным маслом, и, собственно, можем собрать наше блюдо. Нам нужно порядка 30-40 мл белого вина. Немного его выпариваем, и нам нужно будет добавить туда шалот. Для этого я беру шеф-нож, такими продольными движениями мы его разрезаем. Пальцы нужно держать вот так, чтобы нож ходил по ним. Ни в коем случае нельзя их оставлять вот так, потому что неаккуратным движением мы можем порезаться, и это не будет проявлением нашего профессионализма. Поэтому аккуратно, не спеша. Я думаю, половины нам хватит. Этот тип нарезки называется сизле. Мелкая, произвольная нарезка. Можете сделать вот так. По сути, нам здесь нужен вкус. Если вы хотите однородную текстуру соуса, вы можете не процеживать, но в этом соусе мне нравится текстура шалота, и в целом он достаточно вкусный, поэтому процеживать я ничего не буду. Мы используем нож для того, чтобы собрать наш шалот и аккуратно перенести в вино. Сейчас параллельно у нас будет выпариваться лишний алкоголь, и вино будет насыщаться вкусом шалота. Вино мы должны выпарить практически полностью, но всегда должны думать о том, что чем меньше влаги, тем больше вероятность, что наш лут подгорит. Поэтому еще немного, и мы добавим в бульон. В соусе мы обязательно используем бульон несоленый, для того, чтобы в конце довести соус, и он не получился слишком пересоленным. Можем добавить температуру и выпаривать. Нам нужно выпарить его в три раза, но в любом случае вы должны смотреть на текстуру, которая там получится, потому что если вы добавите сливочное масло в слишком жидкий бульон, то у вас ничего не получится, и тот жир, который содержится в сливочном масле, не сможет затянуть и сэмульгировать то количество бульона, которое есть здесь. Поэтому везде нужен баланс. Для салата мы будем использовать Романа. Я нашел его на нашей гидропонике, на третьем этаже, и мы поместили его в ледяную воду. Это нужно для того, чтобы он стал менее горьким, и он стал более хрустящим. Смотрите, потому что когда салат полежал, его можно закинуть в воду со льдом, и он станет более пригодным для салата. Это будет самый элементарный салат с солью, оливковым маслом, и все. Мы выпарили почти весь бульон, и сейчас мы будем затягивать это все сливочным маслом, холодное сливочное масло, чтобы получилась хорошая эмульсия. Минимальная температура. Можно это делать вообще на выключенной плите. Это нужно для того, чтобы соус не расслоился. Вы можете варьировать кислоту, изменяя пропорции бульона, сливочного масла и вина, потому что кто-то любит более кислые соусы, кто-то менее. Нам всегда нужно помнить о балансе вкуса, и поэтому иногда несовместимые продукты могут достаточно хорошо вместе себя чувствовать, потому что они просто хорошо приготовлены и доведены до вкуса. Сейчас у нас все готово, практически все готово для итоговой подачи. Соус готов. Мы оставляем его на краю плиты. Сейчас вот эти куски масла разойдутся до конца. Перед подачей мы его подогреем. Сейчас мы очень быстро приготовим салат. На самом деле, в обычной жизни у меня никогда не хватает времени, чтобы готовить салаты. Иногда я могу есть их просто так, потому что летом, в их сезон, они очень вкусные, сладкие сами по себе. Но, тем не менее, мы добавляем наш промытый салат. Нам нужно его обсушить. Буквально 2-3 промакивания бумажным полотенцем. И все. Мы добавляем его в миску. Немного соли. Оливкового масла. Немного перемешать. Перед подачей вы можете немного прогреть картофельное пюре. Опять же, это нужно делать на минимальной температуре. И если, опять же, вас не устраивает текстура, вы можете всегда добавить немного молока. Снова его хорошо промешать и взбить. Курица у нас стояла порядка 12 минут. И сейчас мы просто будем собирать готовое блюдо как конструктор. Вы можете использовать вообще все, что угодно в плане вашего мяса. Это может быть даже жареная свинина. За базу вы можете взять картофельное пюре как гарнир. Салаты тоже могут быть абсолютно разные. Обязательно пробуем перед подачей. Обязательно нужно перед подачей подогреть тарелку для того, чтобы наше блюдо долго не остывало. И человек, который его употребляет, мог не переживать о том, что оно у него очень быстро остынет. Подача абсолютно произвольная. Я буду делать, как я привык делать, как я привык видеть свое картофельное пюре из детства. В центр мы помещаем несколько ложек картофельного пюре. Делаем небольшое углубление. Далее нам нужно выложить курицу. Можете взять любой кусок. Если вам нужно, можете слегка подогреть соус. Перед подачей его обязательно нужно попробовать. На этом этапе его можно процедить, но, как я сказал ранее, я этого делать не буду. И в произвольном порядке мы добавляем наш соус. Вы можете варьировать его количество по своему усмотрению. Также мы аккуратно выкладываем наш салат. Удобнее всего это делать руками. Чистыми руками. Потому что так мы сможем сформировать его и чтобы он выглядел аккуратно. Наше блюдо готово. Вы можете добавить немного зелени, но мне нравится так. Приятного аппетита! Хрустящая корочка, соус получился той текстурой, которой я хотел. Это нужно есть сразу, для того, чтобы картофельное пюре не остыло и салат был хрустящим. А что касается вкуса, я спрошу мнение у своих коллег-студентов. Ребята, пожалуйста, попробуйте и скажите, как вам. Еще, еще, еще. Салат, возьмите конь салат. Ну, видимо, было вкусно.